МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На национальном телевидении Чувашии мы начинаем цикл передач «Один день с профессионалом». Новый проект о детях-сиротах и детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об их судьбах и планах на будущее. Выбор профессии – достаточно серьезный вопрос, к которому стоит подходить обдуманно. Далеко не каждый ребенок знает, кем он хочет стать, когда вырастет. Вместе с Общественным советом помощи детям, Министерствами экономического развития и образования Республики мы решили помочь в выборе профессии ребятам из детских домов и интернатов Республики. Сегодня мы познакомимся со старшеклассниками из Канажского детского дома-интерната Саши и Андреи. И выясним, как выглядят профессии, которые они себе выбрали. Воспитание ребенка – сложная и ответственная задача. К сожалению, далеко не каждый может справиться с ней достойно. Мама Андрея отказалась от сына, когда он учился делать первые шаги. И с тех пор он кочует по домам-интернатам Республики. В Канажском детском доме Андрей живет три года. За это время успел закончить музыкальную и художественную школу, хорошо рисует, играет на духовых инструментах, любит петь. Но будущую профессию с этими увлечениями не связывает. Хочет найти что-то другое. Вырос уже. Скоро в армию надо идти. Сначала выше выучить, а потом покувание. То есть у тебя есть конкретная цель в жизни? Да. А какая она? Не быть на родителей похож. Хочу в люди выбиться. Уметь хорошую работу, ходить на нее с радостью так, нравится вот на работу. Ну, любимую работу найти вот такую. И вот, работать все время на ней, семью обеспечивать. Главное, семью, чтобы тоже было. Привлечь внимание общества и самих детей к проблеме профи-ориентации молодежи попытались Республиканский общественный совет помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и Молодежное добровольческое объединение «Чуваши». Организаторы проекта провели конкурс сочинений среди воспитанников интернатов. Участники должны были описать, как они представляют будущую профессию. Десятки самых популярных оказались в специальности, связанные с транспортом, строительством, сельским хозяйством. Наряду с ними детям нравятся профессии повара, стоматолога, полицейского воспитателя. Вместе с авторами лучших сочинений мы посетим предприятия и покажем ребятам, как работают специалисты. Андрей написал, что хочет стать инженером, и сам удивился. Такое случается с большинством молодых людей. Вроде хорошая профессия, правильная, но вот станет ли она делом всей жизни? Я даже не думал, что так чисто написал, что в голову первое прилезло. Он так первое место занял. Но так в будущем, не знаю, стану инженером. Нет, пока не думаю об этом. Не определился с выбором и друг Андрея. Саша Волков знает, что профессий и специальностей существует множество, но какая из них нужна именно ему, не решил. Мы с Андреем хотим вместе поступить в Казань, поехать туда. Я еще не определился, да. Думаю, пока куда пойти. Человек взрослый, значит, человек трудящийся, занимающийся каким-либо полезным делом. Кружки, которые работают в интернате, больше напоминают мастерские в профильных техникумах. Девочкам, конечно, больше по душе творчество. Они воспринимают полезные навыки фото-дела, прихмахерского и швейного искусства. Кроме этого, здесь учатся выжигать по дереву, а в гончарной лепят кувшины и горшки. У мальчиков интересы, естественно, другие. Компьютеры, техника, машины. О своей мечте стать инженерами пишут многие молодые люди. Именно этому учли, выбирая маршрут первой профориентационной экскурсии. Вместе с Сашей и Андреем мы направились на специализированное инженеринговое предприятие. В компании Миконт разрабатывают и проектируют строительную, дорожную и сельскохозяйственную технику. Ребятам показали, что значит спроектировать и разработать бульдозер. Сегодня инженеру-конструктору не нужны ни бумага, ни карандаши с линейками. Все работы выполняются на компьютере с помощью специальной программы. Каждая деталь, которая есть в базе, разработана самостоятельно инженерами. А это значит, работа очень трудоемкая и кропотливая. Сто процентов работает на компьютере. Изменение инструмента приводит к изменению технологий. На сегодняшний день, так как происходит объемное моделирование, вот эти задачи уже упрощаются. То есть, вот видите, здесь это масштабная модель. Она сделана из виртуальной модели. То есть, как в жизни мы можем поверить, посмотреть с любой стороны и посмотреть, как здесь колесо, как все это, как даже это может переламываться, может кузов подниматься. Это можно все воспроизвести в компьютере. С развитием IT-технологий можно сказать, что проектировать стало проще. Не нужно каждое сечение или поворот кузова передавать на бумаге в сотни чертежах. Но компьютер – это инструмент. А проектируют все так же люди, отмечают специалисты. Над одним проектом порой конструкторы работают по несколько месяцев. После мастер-класса ребята сами попробовали сконструировать несколько деталей. Здесь мальчики поняли, что это не так легко сделать, как кажется на первый взгляд. Пора переходить от теории к практике. Как это воплощается в жизнь, ребята увидели на Чебоксарском агрегатном заводе. Здесь выпускают много разной продукции, как промышленной, так и для потребительского рынка. Саша и Андрей узнали, что уже несколько десятилетий агрегатный завод лидирует по выпуску ходовых систем для гусеничной спецтехники. Мальчиков поразили масштабы предприятия. Производственные площади завода – 80 гектаров. Подробную экскурсию по цехам провел начальник механо-сборочного производства Алексей Эльбеков. Он рассказал ребятам о гусеничных тракторах, что такое несущая часть, из чего состоит ходовая система и, конечно, как она изготавливается. Ну, грубо говоря, деталь. То, что я вам говорил, масло заправляется. Вот глубокое сверление, пушечным сверлом его сверлят, и плюс два отверстия под выход масла. Грубо говоря, когда узел собирается, заправляется маслом, то, что вот вставляется, узел, внутри, вот в этой допуске образуется пленка масляная, и за счет этого, грубо говоря, вращается и минимальный износ. Алексей поделился с мальчиками, что нужно сделать, чтобы добиться успеха. Секрет оказался прост – выкладываться по полной и, конечно, работать с желанием. Сам Алексей начинал свою карьеру с токаря-заточника. На работу ходил ночью, а днем учился в МАДИ. Специалист уверен, что такое открытое общение полезно для детей. Молодежь, которая сегодня учится, живет вне завода, она не представляет, что есть, скажем, на предприятиях, насколько это серьезный машиностроительный комплекс, перспективы, вообще работа. И люди этого просто не видят. И если мы даже начнем приводить людей со школьной скамьи, с института, то люди будут видеть, где они могут работать в будущем и как они могут зарабатывать, в принципе, себе на жизнь. Здесь не увидено, наверное, отсюда. Ну вот отсюда вот видно. Там подается СОЖ и обрабатывается. Это СОЖ. На заводе работает свыше 10 тысяч человек. И если к ним присоединятся еще двое, сотрудники завода молодым кадром будут только рады. Андрей и Саша, да, заинтересовались, откуда что берется, как получается, как изготавливается. И был вопрос, где можно учиться, чтобы потом прийти к нам работать. Ну, вариантов, скажем так, немного. Один из основных в Чувашской республике – это Чувашский государственный университет, машиностроительный факультет. Ну, и Чебоксарский электромеханический колледж, в принципе, с которым мы тоже тесно работаем. Там выходят операторы, в принципе, высшего класса. Поэтому, пожалуйста, приглашаем, в принципе, всю молодежь. И политика концерна, и политика агрегатного омоложения кадров ведется очень активно. Поэтому, если придет к нам молодежь, мы закрепим наставника и поможем ей найти себя в жизни. Знакомство с профессией инженера для Саши и Андрея стало познавательным и интересным. А самое главное, что мальчики сделали для себя выводы, теперь им будет легче выбрать свой дальнейший профессиональный путь. Мне станки понравились, точная работа, вот эти Mitsubishi, вообще шикарно. Вот, понравилось, как гусеницы вот это собирают, интересно. Алексею понравилось, он это хорошо объясняет все, четко, правильно все объясняет. Прям заинтересовало все. Ну, Алексей сказал, можно, ну, поступать в ЧГУ на машиностроителей, в факультет. Кстати, помимо знакомства с производством, ребята побывали в музее трактора. Фонды музея формируются не только из документов, макетов тракторов, фотографий, что само по себе, безусловно, уже ценно. Здесь есть подлинные образцы тракторной техники. Мы оставляем Андрея и Сашу наедине с новыми впечатлениями. Мальчикам есть на чем подумать. Следующая экскурсия запланирована на швейное производство. Будем знакомиться с профессией модельера. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова